Всем привет! Я Александр Токарев, мне 14 лет. А я Дмитрий Токарев, мне 12 лет. Приглашаю вас в район Новогиреева. Мы покажем вам маршрут, который придумали для конкурса про мой район. Новогиреев один из районов Москвы. Он славится своими зелеными насаждениями, скверами, мини-парками, современными развлекательными центрами и площадками для отдыха. Сейчас здесь есть все для уютной и обустроенной жизни. А несколько веков назад территория являла собой заброшенную болотистую местность. Тут была сначала деревня Губина, а потом Гиреева. Кстати, интересная версия названия. Молва приписывает, что оно связано с Гиреем, крымским ханом. Но историки считают это вымыслом и склоняются к тому, что это прозвище кого-то из владельцев. Гиреев или Гиря. В разные времена этим местом владели Шереметьево, Голицын и Торлецкий. В начале 20 века Александр Иванович Торлецкий построил здесь дачный поселок, получивший название Новое Гиреево. Все шло по сценарию Чеховского и Вишневого сада. Врубился старый лес, просеки становились улицами и проспектами. Новым улочкам давали пышные названия. Так здесь проходили проспекты Княрский, Градский, Баронский. Торлецкий знал, чем привлечь первых московских дачников. Территорию поделили на участки, проложили мощеные проспекты. Здесь заработала небольшая электростанция, которая позволяла освещать не только улицы, но и жилые дома. По тем временам это было дорогое и редкое новшество. Также в поселке оборудовали водопровод, открыли почту, телеграф и пожарное депо. Дома провели телефонные линии. Еще один штрих к благоустройству добавила платформа железной дороги Новогиреево. С 1908 года дачники могли доехать до Москвы всего за 20 минут. Тогда платформа располагалась чуть ближе к столице за эстакадой, на окраине поселка Угиреевского проспекта. Теперь он называется 5-й проспект Новогиреево. Сами создатели поселка называли его единственным в России благоустроенным городком. А участки в этом подмосковном оазисе полностью раскупили в течение пары лет. К началу 20 века здесь было построено около 500 дач, многие из которых были настоящим произведением архитектурного искусства. Для разработки проектов зданий поселка были привлечены архитекторы Гиппенер, Гиппиус, Барт, Дубовской. Они строили дома в характерном для Северной Европы стиле, смеси романтической и неоготической архитектуры, модерна. Большинство домов строилось по индивидуальным проектам. Также многие дачи строились в сведорусском стиле и напоминали сказочные терема. С высокими крылечками, резными наличниками, шатрами и бочками. Во второй очереди планировалось строительство общественного собрания. Того, что сейчас назвали бы общественным центром. С бильярдом, боулингом, библиотекой и концертным залом. Поэтому неудивительно, что поселок был популярен среди интеллигенции. После Октябрьской революции дачи национализировали. Каждый отдельный домик превратился в коммуналку. В 1938 году поселок Новогиреево включили в состав города Перова. В 1960 году территорию присоединили к Москве. На этом дачная история местности закончилась. Частные домики снесли уже к 1965 году. А на их месте возвели современные жилые кварталы. Правда, часть истории все же сохранилась. А вот как раз перед нами одна из них. Сейчас это выставочный центр дачи – галерея Ильи Глазунова. Чуть ранее ее называли музеем наивного искусства. Кирпичная двухэтажная дача в стиле модерн была построена для французского коммерсанта Вертье в 1907 году. В этом доме долгое время размещался Перовский районный народный музей. Сегодня в центре проводятся выставки наивных художников. Лекции, творческие встречи с художниками-самоучками, мастер-классы. Произведения наивного искусства похожи на детские рисунки. В них чаще всего используются чистые цвета, простая манера написания. Это как смесь сказки и действительности, снов и реальности. Возле дачи находится Арт-Нейф-парк. Это место, где искусство вышло из выставочных залов на улицу к людям. Здесь можно полюбоваться скульптурами, посмотреть выставку на уличных стендах. Также в парке находится необычный павильон конка, выполненный в виде вагона, запряженного двойкой лошадей. И напоминает нам оконные дороги начала 20 века, которая проходила по дачному поселку и соединяла его центр с железнодорожной платформой. И кстати, именно черная подкова, напоминающая оконки, нашла отражение в гербе нашего района. Также на гербе есть главная магистраль района – Зеленый проспект. Золотое поле символизирует пески Афганистана. Так как именно в нашем районе установлен памятник москвичам-интернационалистам. Мы находимся в Московском театре иллюзий на Перовской. Он открылся 1 ноября 1987 года. Был создан по инициативе выпускника театральной студии Олега Табакова Кирилла Панченко. Первым дебютом стал спектакль по пьесе «Фрэккен-Жули» драматурга Августа Стринберга. Здание небольшое, но очень уютное. Зрительный зал вмещает около сотни зрителей. 8 лет назад его капитально отремонтировали. В афише театра спектакли по классическим произведениям «Метель», «Жильник Бафигаро», «Ночь перед Рождеством» и современными пьесами, а также постановки для детей. Также на этой сцене раз в два года проходит Московский международный фестиваль кальверных театров и спектаклей малых форм «Славянский венец». В сквере театра иллюзий находится памятник, посвященный московским театралам. Он так и называется «Театр-город». Памятник был установлен в 2011-м к началу фестиваля «Славянский венец». На памятнике можно увидеть фигуры людей, которые держат в руках, театральные маски, портреты авторов произведений, пьесы, которые были поставлены в театре. Есть на памятнике и сцены обычной жизни города. Например, в самом низу колонны можно рассмотреть фигуры бродячих московских котов. А вы никогда не пробовали себя на сцене? Попытайтесь выполнить легкое задание. Изобразите котлеты, которые жарятся на скверде. Это наш кинотеатр «Березка». Он открылся в 1962 году. Момент постройки задумывался как культурный объект для детей и юношества. В годы СССР, кроме концертов и других культурных событий, на сцене кинотеатра ежегодно проходили школьные пионерские и комсомольские мероприятия, работали кружки и секции. Сейчас у него новая жизнь. Внутри все поменялось. Сцена раньше была только для кино. Теперь здесь занавес, который может закрывать экран, и тогда можно проводить другие мероприятия. Концерты, спектакли, тематические вечера. Здесь можно вместиться 367 человек. Установлено новое оборудование, очень удобное кресло. Дизайн выполнен в ярких цветах. На втором этаже можно весело провести время с детьми. Работает кафе, где можно дождаться сеанса или перекусить после просмотра фильма. Кинотеатр оснащен пантусами, что делает его удобным для посещения людьми с особыми потребностями. И плюс есть специальное оборудование для незрячих и глухих людей. Построенный в 1962 году на небольшой возвышенности, окруженный хороводом берез. Кинотеатр был и остается любимым местом досуга для жителей нашего района всех возрастов. Кино и театры в нашем районе мы посмотрели. Теперь предлагаю посетить музей Вадима Сидора. Вадим Сидор – известный советский художник и скульптор. За 30 лет творческой жизни он создал более 500 скульптурных и тысячи графических работ. Впервые музей был открыт в 1989 году. И сейчас это единственный московский государственный музей, целиком посвященный современной скульптуре. Фон музея насчитывает около тысячи экспонатов. Интересно, что для создания некоторых своих работ автор использовал автомобильные детали, батареи, жестяные банки, краны, канализационные трубы и другие необычные материалы. Кроме постоянной экспозиции, в музее организуются выставки современных художников, проводятся концерты, читаются лекции и занятия по истории и культуре современного искусства и искусства 20 века. А это библиотека. Здесь находятся уникальные книги по искусству. В музее есть свой кинозал для просмотра фильмов, проведения музыкальных мероприятий и лекций. В стенах музея представлены картины, чертежи, фотографии и изображения статуи именитого скульптора. А сейчас мы пришли к храму, спасся нерукотворного. Ему более 300 лет. В 1714 году князь Иван Голицын просил у царя Петра Великого разрешение возвести новую церковь. Несмотря на свой указ, где запрещалось строительство каменных зданий где-либо, кроме Санкт-Петербурга, Петр I разрешение дал, и в 1718 году строительство было закончено. Храм становится усадебным храмом князей Голицыных. Первым священником в нем стал иерей Тимофей Аввакумов. Отец Тимофей прослужил здесь 25 лет. И из уважения к этому священнослужителю, князья Голицыны позволили похоронить его при храме. С 1809 года храм становится приписным к церкви Рождества Иоанна Претечи, села Ивановское, что недалеко от Гиреева. В середине 18 века имение было продано, после чего часто меняло владельцев. Новая жизнь храма началась с 1872 года, когда имение приобрел купец первой гильдии Торлецкий. В начале 20 века по просьбе жителей Новогиреева получил статус приходского храма. Весной 1941 года храм был закрыт. И с 1949 года здание находилось на балансе военной школы собаководства. И только в 1989 году по личному приказу министра обороны СССР Язова храм был возвращен Русской Православной Церкви. В наше время храм преобразился. Руками прихожан обновлен иконостас. В храме появились сенсорные экраны, которые позволяют посмотреть расписание богослужений, вспомнить историю храма, почитать свежие приходские новости. Через терминал можно подать записку, внести пожертвования. А самое главное, в храме находится ковчег с мощами русских святых. А также первая в Москве икона 12 целителей. Сегодня мы посетили много мест и получили яркие впечатления. Желаем и вам побольше гулять, а также изучать и любить свой район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова